Торговым сетям и производителям плодовощной продукции пришло время играть в одной команде. Выработать общую концепцию и найти вопрос на ответ, как обеспечить белорусский рынок качественным и, главное, недорогими овощами. Ответ на этот вопрос искали сегодня аграрии и представители правительства. Разговор на эту тему провели в одном из хозяйств Гомельского района. Александр Добриян следил за встречей. Это сельхозпредприятие, гарант продовольственной безопасности полумиллионного Гомеля. В этом году здесь уже приступили к закладке стратегического стаб-фонда. Первыми на хранение отправились лук и картофель. В принципе, год неплохой для овощеводства. На данный момент мы начали уборку лука, лукорепки. Прогнозы неплохие. Надеемся, что получим больше предыдущего года урожай. Теперь задача другая. Подать потребителю то, что он хочет. Надо ему очищенный, очищенный. Надо ему замороженный, замороженный. Наша страна в состоянии обеспечить себя, внутреннего потребителя, торговлю под полную потребность, под заявки той продукции, которую хочет покупатель. Картофель, например, сегодня в Беларуси можно купить в любом виде. От калиброванного под определенный стандарт до уже очищенного и полностью готового к приготовлению. Главная тенденция в сохранении витамина и продукции – вакуумизация. В безвоздушном пространстве овощи отлично сохраняются от 7 дней до полугода. И никаких консервантов, ни тебе лимонной кислоты, ни уж тем более уксуса. А главное, что продукт готов к употреблению. Если говорить о массовом товаре, то здесь у производителей накопились некоторые вопросы к торговле. Вся беда в том, что мы сдерживаем, искусственно сдерживаем продажу овощей. Как формируются цены в рознице, в наших монстрах, в крупных торговых центрах? Порой доходит уровень по отдельным торговым комплексам, уровень цен в 2-3 раза по отношению к нашим отпускным. Зачем? Производителю овощей выгодно продавать много, пусть даже и не по самой высокой цене. Торговле же брать дополнительные расходы на большой вал нерезонно. Лучше продать меньше, но дороже. Решить многие спорные вопросы между производителем и торговлей могут долгосрочные контракты и партнерские отношения, ключевым моментом которых станут интересы конечного потребителя. Классический конфликт. Производители считают, что их не слышат сети. Сети считают, что производители не дорабатывают. И период простых решений уже закончился. Сейчас как раз начинается очень серьезная история. Почему? Потому что рынки становятся все более и более конкурентны. Сезон уборки урожая для овощеводов только начинается. Пока морковь, капуста и картофель будут перекочевывать с полей в хранилище, аграриям и торговым сетям предстоит научиться играть в одной команде на общий результат. Теме в правительстве пообещали еще раз вернуться до конца года. Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомельская область.